Привет. Этот ролик я хочу начать с благодарности за поддержку моих видео. Это невероятно мотивирует. Спасибо. Тьмок? Почему я вообще решила, что расписать футболку будет хорошей идеей? Меня вдохновила моя подруга. Кстати, у нее тоже есть канал, посвященный косплей-тематике и творчеству, и ссылочка на него найдется где-то в описании. Так вот, за последнее время она задекорировала разными способами несколько футболок, и я очень сильно захотела тоже что-нибудь сделать такое. У меня как раз была старая любимая кофточка, на которой принт совсем стерся, и она мне немного мала, поэтому экспериментировать на ней было не так страшно. Окей, я хотела сделать арт в стиле эстетик. Я просто люблю цветы и считаю, что пионы очень красивые и подходят для того, чтобы оказаться на футболочке. Я люблю пионы, да. Чтобы было удобнее рисовать, моя подруга натягивала футболку на коробку, но я на планшет, потому что это мое призвание, натягивать на планшет все, что натягивается. Также я обклеила зону скотчем. Если вы захотите сделать подобный принт, то убедитесь, что скотч прилегает плотно, и когда будете красить у краев, наносите краску от края. И не добавляйте много воды. Кстати, о краске. Я ленивая попка, поэтому я расписывала своим любимым акрилом для стен в связке с колерами. И я очень не советую так делать, потому что существует специальный акрил для тканей. Его, в принципе, можно заменить глянцем, акрилом художественным. И даже, в принципе, можно заменить акрилом для стен, если у вас такой есть. Они водой потом не размываются, если стирать нежно и вручную. Но, если добавить в них колеры, при большой концентрации колеров, как у меня, например, на фоне, они начинают вымываться. Акрил их не держит. Поэтому, если решите красить, то используйте только акрил. Ну и лучше, конечно, специальный. Как всегда, я воевала с краской во время рисования, потому что акрил для стен это во мне акварелька. Когда я начала рисовать цветы, я была разочарована тем, что получается все было блеклое и грязное. Но в итоге это помогло мне создать эффект объема. Как будто бы лепестки тонут по тьме. Особое эстетическое удовольствие мне приносит момент снимания скотча, когда картинка обретает ровные края. А это просто кайф. После завершения арта я дала ему просохнуть, подложив под него бумагу, чтобы на всякий случай краска не попала на спину. И, кстати, это еще одна причина, почему стоит надеть футболку на коробку, планшет или что-нибудь такое. Я дала ей просохнуть ночь. Утром через кальку пришлась сверху по рисунку утюгом. Это надо делать аккуратно, не как я, иначе акрил начнет плавиться и пахнуть. А вот. Эта футболка была мне немного мала, но после рисунка она стала еще немножечко меньше в груди, потому что ткань уплотнилась. Кстати, если бы не швы, ее можно было бы носить с обеих сторон. Смотрите, это же современное искусство получилось. Ну, разве не красота? Я буду очень рада, если вам это видео понравилось, если оно было полезным. Если кто-нибудь захочет сделать что-то похожее. Только я все равно побоялась постирать это в машинке. Всем красивых футболочек и пока!